добро пожаловать на канал how to spain меня зовут виктория белякова я автор этого канала и директор компании how to spain сегодня тема нашего эфира дети в испании наши и испанцы и осветить эту тему согласилась моя гостья наталья наталья директор детского досугого развлекательного центра не представляете как трудно было придумать это название наталья спасибо что согласились ответить на наши вопросы нас есть 14 интересных вопросов от наших подписчиков если вы заметили мы часто просим вас писать ваши вопросы у нас в instagram facebook потом мы собираем эти вопросы и находим людей которые максимально полезно и интересно могут ответить на них этим мы в принципе сейчас и займемся первый вопрос у нас был от екатерины менталитет испанца воспитание детей правда ли что дети в испании растут как цветы на полянке и их особо не воспитывает или это миф рожденный субъективным мнением пары человек ну начнем с того что любое мнение это субъективное мнение однозначно поделитесь своим субъективным мнением мое субъективное мнение таково что я очень много общаюсь и с испанскими семьями и семьями смешанные где например отец испанец мама русская с украины это у нас много интернациональных семей я хочу сказать что все зависит от семьи но разница в том что дети испанские они более свободные действительно более свободный у них больше свободного какого-то времени больше свободных времяпрепровождений и над ними так не трясутся как наши мамочки у наших детей обычно все расписано понедельник танцы во вторник английский язык и так далее и тому подобное хотя если мы берем тот сегмент детей которые учатся в частных школах да то конечно они там заняты до пяти часов прям вплотную вплотную а иногда и до 6 и там же тоже никакой разницы нету ведь там учатся испанский и наверное зависит от уровня социального положения может быть в обществе потому что насколько времени и средств тоже вкладывает воспитание детей и возможности наверное все заметили туристы кто приезжает в испанию лежишь себе читаешь книжку на пляже делаешь селфи что-то и в испании на средиземном море сзади пробегает испанский ребенок ты весь уже в песке в воде в морожене еще в чем-то и родители но просто надо все в порядке наши родители так не позволяет своим детям тревожить посторонних людей у нас считается это как бы ну такое табу нарушение границ испанцы относятся очень свободно ничего страшного это же дети ну здесь все на стороне испанцев чтобы детство она на самом деле короткая да конечно если серьезно говорить то я за то что было все в пределах каких-то определенных границ не суда не суда потому что очень часто дамы когда мы слышим какой-то возмущенный крик какой-то мамы в сторону ребенка это однозначно мама из нашего постсоветского пространства если мы видим ребенка который бегает у вас по голове это однозначно ребенок скорее всего испанский на то есть наши так вот как-то не ведут себя хотя опять же по-разному я видела много семей которым которые учат детей не нарушать пространство других людей на пляже в том числе опять же все зависит от 7 и вопреки бытующему мнению вот мой личный взгляд чтобы испании тоже очень много семей которых культура воспитания тоже присутствует и это здорово а нашим я бы наоборот порекомендовал немножко посвободнее особенно на пляж относиться к детским шалостям своих прежде всего собственных детей сейчас задумалась в том что за уже более шести лет жизни в испании я ни разу не видела чтобы испанского ребенка шлепнули там по жопе и что-то такое может быть я не обращаю внимание на такое такое практикуется по жопе да узнаете это скорее всего вы ничего что мы такое слово сказали это скорее всего в таких этнических наверно слоях знаете то есть выходцы с латинской америки например да то есть вот тут бывает часто россиянам живут лет прямо на море поэтому я часто наблюдаю за тем что происходит на пляже и там бывает у испанцев нет наверное такого вот они панцы более добрые они максимум могут но с их голосом они 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 ругают детей тоже ругают да и кричат испанские мамы достаточно такие эмоциональные вот там скорее мама выступает вот таким эмоциональным фактором а папа скорее ласкающий оберегающий про роль мужчины и женщины тоже наверное немножко дальше если не будет среди ваших вопросов я задам от себя потому что видеть мужчин испанцев это мне кажется мечта любой женщины видеть ты такого мужа с собой который папочка как фильмах показывает по крайней мере эта картинка которая создается но вернемся дальше отношения детей со взрослыми насколько чувствуется субординация и уважение к возрасту ну вот как бы чуть-чуть коснулись уже в прошлом вопросе вот бабушки например они могут в принципе на вы наверное у них не называют никого в семье например если это тетя у нас в наших странах часто было принято что-то тетя маша вы будете еще что-то такое всегда на вы здесь вы не практикуем не употребляют дамы кто здесь живет мы прекрасно понимаем что здесь скорее женщина обидится если вы к ней на вы обратитесь то есть даже если ребенок даже если ребенок я не престарелый какая-то совсем там бабушка и все и же и бабушка обидится да я еще молодая чика ко мне можно на ты но давайте так вот такого гиперуважительного отношения как существует там и в каких-то в наших в нашем поколении скажем так просто с уже тоже другое поколение растет детей да наверное здесь я не встречала но уважительное сто процентов есть потому что они очень внимательно относятся к своим бабушкам дедушкам вы не представляете что вот если например бабушка попадает в больницу они прямо график выстраивают как не ходят как ее навещают как чтобы бабушка не оставалась одна и и это закон и если например праздник семья едет обязательно поздравлять старших родственников если не встречаешь уж вместе с ними праздник то поздравить обязательно ты обязан и это но место старшим они в автобусе не уступят и удивляются когда уступаешь место может быть они считают это как ну типа обидеть человека бояться то что я просто думаю что нету такого него культуры просто и все я думаю если объяснить и научить то это будет ай не было в испании есть насколько я знаю уроки вежливости или как они правильно нас человечности но не во всех школах но есть да мне рассказывали несколько моих знакомых о том что есть такие уроки когда например детям завязывают глазки и говорят вот попробуйте там что-то сделать и вам сложно это сделать вот люди у которых нет зрения они живут с этим они не знают как выглядит мир и все остальное или какой-то может быть груз могут повесить что когда человеку трудно идти чтобы ребенок он мог на своем опыте в какой-то мере минимально понять что чувствует другой человек это очень мне кажется важно и разговаривали с родителями этих детей у которых есть эти уроки человечности не знаю как их назвать они говорят что нам не важно что возможно есть прорехи математики или где-то нам не важно чтобы мой ребенок вырос хорошим человеком что важно счастливым человеком потому что вся испанская система и образование и воспитание она направлена на одну цель быть счастливым в любом возрасте с малку и до самой старости если мы обратим внимание на образ жизни испанцев них цель быть счастливым каждый день здесь здесь и сейчас не завтра да здесь это круто меня испанцы научили очень многому и я очень разделяю такую точку зрения меня пока нет детей не могу сказать о о воспитании как бы я относилась но мне кажется такой подход он вполне приемлемо это лучше чем дети забитые которые потом боятся подойти заговорить очень не закрытые в себе все остальное по поводу вот этих уроков нам так мы их назовем уроки человечность я считаю вообще-то замечательно и вообще замечательные замечательный опыт у испании который мне кажется нужно принимать нам и нашим детям и в нашей образовательной системе они пытаются интегрировать этих детей по крайней мере на вот на начальной школе да мы говорим так немножко начале потому что там старшая школа она уже более сложная вот у меня например вот личный опыт вот прямо рядом со мной находится центр реабилитации и досуга детей с ограниченными с разными возможностями и их постоянно прогуливают на море их возят на какие-то там музеи там выставки когда они на море это конечно зрелища прикольные потому что они они большие уже все взрослые но естественно они как дети себя ведут они как что-то делают не то что делают обычные люди и когда испанцы к этому очень легко относится они улыбаются дети подбегают с ними играть все все нормально если кто-то косится это косятся выходцы из наших слоя это прямо не приемлю вообще я знаю что такое к сожалению к нашему огромному стыду потому что вы хотели высоко культурной страной бывшей страны высоко культурной себя считаем и вот у нас много есть замечательных вещей но вот это немножко так вот эта история просто нам довольно близко могу нашим нашим а опытом наших близких друзей поделиться они приехали в испанию с ребенком у которого дцп мне кажется они очень благодарны испании не уже не говоря о том что они получили высоко квалифицированную медицинскую помощь но ребенок ходит в школу это бесплатно и когда например у день рождения он приходит у него такая корона король поздравления какие-то подарочки они рисуют ребенок полностью интегрируется в общество и это просто это два разных мира когда мне вот кто-то говорит за наших странах про европейские ценности я прежде всего думаю о том именно о человечности потому что здесь неважно ты нет людей как бы нормальных и ненормальных мы все разные и то что человек другой не значит что он хуже или лучше нас и это уважение к любому человеку тем более к ребенку для меня наверное одна из тех причин почему я выбираю испанию для жизни потому что мне приятно жить в стране где люди уважают друг друга независимости нет каких факторов и мы же говорим о том что если толерантность она не может быть только ну вот какой-то узкой направленность если толерантность она толерантна вот целиком на полностью соответственно это касается и обыкновенного твоего ребенка который ходит в школу да если что-то не так и если то не как-то более более лояльные отношения и не могу сказать что здесь нет никаких проблем да есть проблемы в средней школе есть прайс буллинг буллинг есть да ну как бы все все по плану как должно быть но опять же вот правильно замечено о том что важно выбрать школу важно понять в каком районе ты хочешь жить важно понять с кем ты хочешь чтобы ребенок твой учился потому что дети они вот замечательный педагог который замечательную фразу говорит о том что дети они огурцы впитывает воду вот какой раз в раствор вы для него сделаете вот они впитают это мы как раз и в своей академии пытаемся реализовывать чтобы создавать некий некую сферу в которой бы дети напитывали с лучшим скажем так и здесь точно так же если ты выбираешь школу выбираешь район то понятное дело ты понимаешь с кем и как будут общаться Наталья как совместить испанский и русский язык в жизни ребенка как грамотно говорить и писать часто замечаем у взрослых у детей вообще когда он говорит хиро картошка и он заменяет одно слово на испанском одно на русском если учит английский третье на английском как все-таки добиться того чтобы ребенок говорил грамотно не и и не потерял сноровку общение на русском языке во первых добиваться не надо не надо слово само по себе некорректно что сделали мы да чтобы не потерять навыки или приобрести эти навыки ну много же детей здесь уже родилось нужно создать среду но так как русский язык большинстве своем здесь не является приоритетным языком да конечно может быть кто-то планирует уехать но обычно они учатся тогда на дистанционных школах русского языка сдают там экзамены чтобы получить дипломы да а так он получается не приоритетен что нужно сделать нужно привить ребенку любовь к этому языку интерес к этому языку чтобы он его пропит ой вы не представляете все за наши все работают дела дела так правильно для этого есть мы приходишь тут испанские сделать всякие кружки во первых конечно родитель разговаривает с ребенком на русском языке это уже большой плюс если он разговаривает с ребенком на русском языке второе конечно стоит выбрать по своему вкусу по своим ощущениям школу которая бы подходила именно вам и по вашей системе и какой-то семейной вашему ребенку например моя академия мы с педагогами создаем игровые программы то есть мы сделали геймификацию всего процесса образования то есть у нас дети играют в квесты на русском языке проходя правила русского языка через квесты отгадывают кроссворды у них есть настолка то есть например прок русского языка у нас идет полтора часа до два урока с переменкой переменки никогда не бывает дети просто не хотят идти на перемену первая часть до какая-то там какие-то задания какие-то правила вторую часть эти правила они играют в настолке там такой стоит шум там такой стоит крик шумоизоляцию как в ночных барах поставили замечательно и это здорово это так так дети привыкают а пишут они конечно пишем на первом-то уроке то пишут пишут конечно а там же еще нужно например написать письмо дракону или попросить помощи у короля чтобы он выслал конницу а это же надписно писать все да конечно стихи учите говорят вот я не знаю кстати слышу но зависит от уровня школ опять же не будем обобщать но большинство говорит о том что в испании не не учат стихи в школах не учат мои дети не учат точно в смысле большинство в испанских школах не учат но они поют песни ну учат песни песни это тоже стих да я тоже так считаю в нашей академии мы учим стихи да мы вот у нас как раз апрельский когда был лагерь апрельский на каникулах мы пушкина у нас дети от зубов читают у лукоморья так что всем очень понравилось на самом деле дети наконец-то открыли пушкина родители схватили за голову где взять книги да на русском языке книги я знаю что заказывают с русских сайтов и делает доставки наши здесь русские магазины на самом деле доставки например с украины книг сейчас они намного дешевле чем и вообще намного реальнее и это намного быстрее и на самом деле это не выходит слишком дорого потому что все мы знаем здесь в испании очень дорогие книги сами по себе то есть если вы пойдете в магазин если они как книжечка 10 12 да 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 соответственно с доставкой русские книги здесь тоже стоит приблизительно в этом же кстати если вы не были в испании удивлю наверное приятным фактом доставка в украину из украины стоит около двух евро килограмм есть много компаний разных то бусики называемые здесь вот эти бусики гоняет до сюда несколько раз в неделю ну в среднем есть разное есть чуть дешевле есть чуть дороже но в среднем 2 евро за килограмм и привозят да и вот если есть карта украинская можно заказывать там там уже но даже если нету то есть через вот наши здесь русскоязычные магазины то есть там не только русском украинские магазины есть доставки книг когда вы у них прямо заказываете они вам обеспечивают вот эту доставку книг но вот только так на самом деле так я по крайней мере не видела нигде вот в продаже в свободные какие-то в твоем случае случае в случае твоей академии как часто у тебя уроки для какого возраста вообще у нас конечно страдает а суббота потому что мы все понимаем что дети в течение недели очень заняты а вот и субботу мы учимся прямо там с утра до до вечера и и будние дни три-четыре дня у нас уроки русского языка арт крафт студия у нас есть курс специальный русский язык и литература через арт то есть первый урок это русский язык второй урок это литература но дети не просто сидят и слушают или не просто читают и разбирают они рисуют при этом класс да это здорово сориентирую по ценам немножко потому что те кто едут я знаю что все хотят рассчитывать бюджет плюс-минус на что рассчитывать ну давайте так понятно что ценовой диапазон у нас зависит от того сколько часов ребенок какие секции посещать потому что у нас есть и русский язык у нас есть и театрально-музыкальная студия у нас есть арт-крафт студии пара примера вот давай так я с 10 утра субботы например да до часу дня включая русский язык театральную студию это стоит 70 евро в месяц супер 4 5 суббот ну как в месяц выходим все мы знаем что бывает мне кажется отличная цена наталья у нас близится время каникул я знаю что в испании довольно дорого давать в частные лагеря детей и для работающих родителей становится проблема куда деть ребенка желательно не просто деть а чтобы он еще провел провел время с пользой вышел не только загорелым но еще поумневшим счастливым и так далее я знаю что вы помогаете в этом вопросе у вас есть летние и вест лагерь только летние кстати или есть на другие каникулы тоже и на другие каникулы на работа расскажи немножко про это тоже сориентирую по программе по ценам у нас квест лагеря то есть мы создаем квесты которые играем с детьми в течение лагерной смены но летние это конечно недельная смена мы рассчитываем каждый квест на неделю вот и туда входит и русский язык и развитие речи но потому что все это на русском языке да даже мы среда языковая хотя мы все разговариваем там на двух на трех даже языках но тем не менее если ребенок ко мне обращается на любом языке я все равно на русском отвечаю пока папа и в итоге он в итоге заговорит на русском все равно у нас стоит 10 до 2 это значит 20 евро а с 10 до 5 это 35 евро на включая уже обед человек может выбрать продолжительность то есть уже там 35 дней или он должен купить курс нет мы конечно особенно вот мы работали весь прошлый год все родители остались очень довольны мы тоже остались очень довольны и нам уже пишут уже хотят приехать поскорее и в этом году мы конечно тоже войдет в положение родители потому что в наше время когда все меняется мы не знаем кто-то приехал уехал у кого-то появились билеты мы хотим срочно поехать естественно мы идем на уступки потому что если вы покупаете неделю понятно что будут скидки если конечно у вас там двое детей естественно будут скидки но если вам вы не можете купить эту неделю хотите там чтобы два хотя бы денька там ребенок побыл ну конечно мы пойдем потому что несмотря на то что программа общая каждый день он завершает завершён целиком то есть он от начала до конца это все равно проигранная игра как сериал ну да ты говоришь много об играх что ты можешь сказать какие любимые игры у наших детей но наших русскоговорящих и мы не говорим сейчас о планшетах нет а гаджетах только они наверное есть да знаешь как у нас происходит у нас в первый день каникул когда приводят новенького ребенка не старенького старенькие все уже все уже наши то есть приводят новенького ребенка он так вот заходит и что я здесь буду делать и уделить и часа без гаджета ты что тут хочешь меня что ты здесь хочешь вообще как я буду отдайте мне телефон вот такой вот прямо с телефона сдают приходит правильно на самом деле да дети просто они ну зависимо не от гаджета ну будем смотреть правде в глаза вот а что касается игр смотрите игры такое дело они с неба на детей не падают в них нужно играть то есть когда родители говорят мой ребенок ни во что не играет а вы по что играете с вашим ребенком то есть если мы у нас есть например там время когда мы обязательно во что-то играем не в ходилки которые мы сами придумываем да а именно например там шахматы у нас по квесту ну нужно победить там что-то да и мы играем шахматы играем еще в что-то какие-то такие вот игры дети с удовольствием это включается они в это играют даже если они раньше этого не знали если мы выходим на улицу ну помимо того что мы делаем допустим на один день более свободный делаем на улице а другой день например мы делаем такие наши советские веселые старты знаете там со всеми играми там с обручами ну например если у нас квест гарри поттера то есть нас можно на бласке и баниус увидит что дети на метлах летают у нас там прыгают скачут ну испанцы очень все довольны смотрят на нас хлопаю там все хорошо а вот но например это мы их учим каким-то другим там держи ворота там когда разбивать надо или там вышибал и те же самые да то есть во что дети играют в школах какой монитор у них но монитор как по-русски тренер преподаватель такой воспитатель я бы даже сказала для неучебного процесса вот именно когда больших перемен у них вот какой монитор вот как повезло вам с монитором вот в твой будут играть дети если монитор будет вот так стоять то дети ну максимум будут играть догонялки да да если он будет более активный он будет играть вовсю с ними наталья что скажешь про испанских бабушек и дедушек я наверное в каждом видео нахожу повод вспомнить испанских бабушек они действительно потрясающие красивые женщины пышащие жизнью страстью танцующие идущие за ручку со своим мужчиной у них ласка нежность целую друг друга вот кажется что они вот живут реально как мы уже говорили с тобой в этом видео здесь и сейчас но появились внуки и как бы по идее они могут принести некую смуту вот эту всю идиллию насколько они вовлекаются воспитание внуков насколько помогают детям или так здрасте здрасте какое счастье воскресенье поэй я да ну опять же все зависит от конкретной семьи из тех что ты видишь из тех что я вижу и не вижу близко скажем так бабушки и дедушки если нормальные взаимоотношения с ним с удовольствием помогают с внуками помогают что они сейчас расскажу смотри во-первых очень часто например дети заканчивают школу например в два часа и бабушки и дедушки забирают детей два часа потому что мама с папой работает но скажем так это немножко такая культура регионов более сельских не городских потому что здесь все таки получается что бабушки и дедушки живут где-то чуть подальше но вот лично в моей школе в которой учится моя дочь вот я забираю в два часа потому что я могу себе позволить такой график и все где кто забирает забирает бабушки и дедушки и они с бабушками с дедушками до вечера то есть бабушки и дедушки они живут обычно с детьми и с внуками или живут отдельно и и чаще нет 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 чаще живут отдельно но мы понимаем да здесь в испании немножко такой есть перекос но на мой взгляд а здесь бывает так что взрослые дети живут со своими родителями если они сольтера то есть если они 1 мая там до 45 перегиб идет потому что такой более инфантилизм какой-то вот у мужчин не многие поддерживаете женщина мужчин есть такой инфантилизм ему же 40 а он еще с мамой и маме по каждому поводу надо позвонить то есть у них такие очень близкие связи семейные родственные очень близкие то есть это хорошо с одной стороны да потому что ну допустим наших странах это как-то вот видно советская система вот это коммунистическая где-то порушила революции да мне в одном поколении все было разрушено то здесь они более такие сохранены и вот эти семейные ценности семейные традиции у них это все очень скорее нашим женщинам которые вступают здесь в браке бывает сложновато да как-то вырвать из рук мамы мужа да 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 но в целом до бабушки дедушки придут на то что я вижу принимает и с удовольствием прям но здесь очень важно какие-то границы то есть у бабушки дедушки здесь обычно раз три месяца они куда-то едут на время бенидорм и замечательно хотела сказал я в этом включаю англичане пьяный кричат бабушки из валентии да они там не зверю на дискотеках специальных со своими ровесниками там там здорово весело мы жили в бенидорме и как раз он там наверное везде за рекламируем бензор мне для жизни прям вообще не подошло вот в этом жили год слава богу уехали и рядом был отель и аниматор кричит там лондон и все таки мы барселона ну в общем каждый город и все кричат и тут он кричит валенсия и это был самый громкий я реально очень удивилась валенсия валенсия почему валенсии в бенидорме потом начала разговаривать оказывается очень многих испанцев есть вот загородная дом или чаще квартира туристическая либо они едут в отеле которые все включено бенидорм наверное единственный город который предлагает он и крюзев они едут заплатили там какую-то сумму еда и дискотека сколько хочешь именно вот эти развлечения ночные да вот таких как бенидорме но вот я лично не знаю чтобы было прям практически в каждом отеле обязательно анимация такая для взрослых для детей анимация для взрослых анимация для дискотеки до пяти шести там утра и причем для разных для разного возраста а с утра они уже в пляжных открытых кафе опять танцуют а какой у них опять же мужчина и женщина то есть мне нравится то что у испанских бабушек дедушек нет возраста когда вот как бы все я бабушка и дедушка то есть я не мужчина и женщина с точки зрения сексуальности вот этого всего в бенидорме есть бар дискотека роман называется и вот там ты идешь вечером и бабушки с дедушками они обнимаются видно что вот флирт это настолько классно потому что они не потеряли свою эту энергию жизнь и чего-то это потрясающе и мне всегда интересно это пары которые приезжают у них нет внуков и детей и поэтому они есть вот флиртуют и просто зажигают у него совсем прекрасно знают что вот в эту неделю бабушка с дедушкой поехали отдыхать тусить все хорошо а то мне всегда их было жалко если честно не часто проходили служа мимо я часто вникаясь в рассуждение философии говорю вот интересно вот с одной стороны смотришь ну классно веселая старость все с другой стороны говорим наверное они веселятся потому что они одиноки и у них нет внуков кому прийти постирайте штанишки выучить стишок и ну и вот я знаю много пар которые точно также оставляют на неделю бабушки и дедушки детей и уезжают только муж и жена уезжает куда-нибудь тоже это хорошо да не обрадовала потому что мне во мне боролось два чувства и жалеть или радоваться ских нет яду я считаю ну то что я видела тут практически у всех есть внуки и они чудесно как-то вот все это дело давай теперь ответим на вопросы которые интересуют тех которые собираются только переезжать в испанию и большинство сомнений именно у тех людей кто сейчас сидит в других странах и думает как я перееду как мой ребенок адаптируется насколько это сложно как он выучит испанский язык как его примут одноклассники насколько будет психологически сложно адаптироваться к новой стране можешь поделиться своим опытом для начала любой переезд для ребенка это конечно стресс да и для любого человека и взрослого стресса для ребенка уж тем более да поэтому надо к этому быть тоже готовым и не строить каких-то иллюзий что вы приедете на море прям все будет шоколадно и здесь все красиво да понятно что продукт какое-то время чтобы ребенок адаптировался конечно хорошо бы чтобы ребенок уже начал если он чуть постарше начал уже изучать испанский язык чуть-чуть раньше даже чтобы он приехал хотя бы смог общаться со сверстниками но чем младше ребенок тем эта проблема меньше значима потому что если конечно ребенок маленький здесь замечательный вот этим период до до первого класса вот тут есть пять лет если четыре годика здесь есть вот эти центры дошкольные да в которых все это очень интересно они через игру через и они уже в этом процесс вы настолько включаются и подготовка к школе проходит как бы очень плавно само собой и дети начинают говорить ну и в первых классах на самом деле в втором классе вам не придется ничего сделать ребенок сам начнет говорить не нужно пугаться там что но если чуть постарше хотела хорошо бы если бы ребенок знал уж этот немножко испанский язык второе что я хочу особенно отметить многие родители когда сюда переезжают настаивать на то чтобы дети общались и разговаривали дружили только с испанскими детьми для того чтобы нагнать вот этот язык и даже запрещают моей практике есть такое что запрещает общаться с русскоязычными но это большой большое заблуждение большая большая трагедия потому что детям важно дружить для них важен социума не дал особо дружить нужно разговаривать поделиться эмоции и желание с определенного возраста мы не говорим там да малыш как со всем всем все равно этим да и нужно с кем-то дружить разговаривая играя познавая этот мир как-то поэтому пожалуйста сделайте так чтобы ребенку здесь было с кем общаться вы можете найти школу можете поговорить наши мамочки с удовольствием делятся мнениями о школах а сити у барео районах да где жить потому что действительно важно в каком районе ты очутился такое будет у тебя впечатление у твоего ребенка насколько на безопасный будет район насколько этот район будет там близость к паркам или близость к морю от этого тоже много скажу немножко о нашем позиционировании как раз наша компания how to spain мы стараемся помочь вам сделать осознанный выбор не навязывая услуги какой-то определенной компании если вы хотите к примеру найти школу вам не будут по пути как это распространено продавать квартиру еще что-то и так далее вы получите конкретно услугу подбора школы не привязываясь какой-то школе или к агентству недвижимости или к другим компаниям то же самое у нас есть услуга по по районам вас провезут на машине эта экскурсия 3-4 часа за это время вы с профессиональным гидом причем с опытным человеком который живет здесь уже много лет увидите районы и получите непредвзятое мнение плюсы минусы этого района очень важно чтобы потрогать как говорится руками потому что у разных людей есть разные мнения я вот очень рекомендую чтобы обязательно посмотрели сами своими глазами обошли школы которые есть в этом районе который вам приглянулся до чтобы не не опирались только на чего-то вот мнение там в группах или еще где-то или не в рейтинге школу например да потому что бывают замечательные школы замечательные правда абсолютно там не рейтинговые скажем так ну для начальной школы это тоже не важно зато район может быть чудесным поэтому дают вот это вот очень важно чтобы не потеряться так после миграции особенно не рекомендую особенно не рекомендую спрашивать отзывы в группах в социальных сетях буквально вчера видела вопрос человек спросил какие плюсы определенного города не буду говорить какой чек спросил черным по белому плюсы этого города как вы думаете что было в комментариях 90 процентов минусы есть такая просто особенность что чаще всего люди делятся негативными мыслями чем-то негативом у них это накипело им хочется это выплеснуть здесь две категории людей либо реально накипело либо просто люди которые так развлекаются в соцсетях а люди которые имеют положительный опыт они либо не имеют может быть времени в этот момент либо просто энергию тратить на это не хотят и что получается по факту человек открывает видит много г извиняюсь и он думает блин да чтобы школа плохая город плохой страна плохая вообще наверное планета и земля отметка одна звездочка ну вас к черту поэтому просто нужно думать кто эти люди кто пишет и кто те люди кто бы мог написать пример знаю много состоявшихся людей которых никогда не увидишь чтобы они в принципе написали какой-то негативный комментарий где-то там очень-очень редко могут что-то позитивно написать это будет раз в год просто старайтесь задуматься кто пишет этика и вот этот момент профессионализма да то есть люди которые профессионально занимаются которые могут профессионально показать вам вот вот есть вот это вот это и вот это ваш выбор это важно сказать о том что но все-таки нужно знать все стороны медали проблема буллинга здесь есть и от jarsias и system руку сказать сказать с которой сталкиваются многие семьи например если кто-то говорить про окупас, да, вот все в Испании окупас, вот у меня огромный круг общения, я ни разу не слышала ни у кого из знакомых, чтобы кто-то вот были окупасы, серьезно, то про буллинг я слышала, наверное, в каждой десятой семье, это действительно проблема, которая существует, с ней борются, да, есть специальные телефоны, куда можно позвонить, как горячая линия, вам сразу окажут как психологическую помощь, так и поговорят там с той семьей, то есть здесь этот вопрос, он стоит довольно остро, и вам сразу окажут помощь, это, наверное, сейчас наравне с мочизмом, как я понимаю, такое идет, против любой агрессии здесь стараются максимально приложить усилия, чтобы от этого избавиться, но тем не менее это есть, нужно с ребенком общаться, буллинг не будет, потому что он иностранец, из тех, кого я знаю, не было, потому что это иностранец, я знаю, это испанские семьи, в зависимости от того, наверное, в какой контингент попадет этот ребенок, если это... Я бы сказала, даже зловися тот педагога, который будет непосредственно находиться, потому что некоторые педагоги делают вид, что ничего не происходит, а некоторые педагоги очень даже следят за тем, чтобы была хорошая атмосфера между детьми, чтобы было взаимопонимание и доверие, это очень важно. Что бы ты посоветовала делать, если вдруг такая проблема случилась? Заметить это довольно легко, наверное, даже если ребенок вам не скажет, вы увидите, наверняка он приходит со школы расстроенный, не разговаривает. Сразу разговаривать, сразу разговаривать с педагогом, здесь, в Испании, достаточно, ну, это нормально, разговаривать с педагогом, спрашивать, высказывать какие-то претензии. Если педагог никак не реагирует или говорит, нет, 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 идти к директору или есть, ну, как у нас заучи были, здесь тоже есть зав обучающим процессом, идти туда и, да, разговаривать, просто защищайте ребенка, будьте на его стороне. Ну, в крайнем случае, наверное, можно тоже в другой класс перевести или какие-то меры принять, если проблема не решится. Ну, если, да, если прямо совсем проблема не решится, конечно, можно и перейти. Просто важно, чтобы ваш ребенок знал, что вы на его стороне, даже если он нашкодил, сначала на его, потом дома там что-то будет разговор, но все равно вы на его стороне. Да, наверное, будет классно, и в зависимости от возраста ребенка, если, возможно, он до того, как переедет, найдет себе какого-нибудь друга по переписке, например, да, там, в тех же соцсетях или как-то, чтобы как-то адаптировался. Миграция – это очень ответственный шаг, особенно с семьей, поэтому к этому лучше подготовиться заранее и не относиться к тому, что приеду. Мне кажется, само все решится. Я бы рекомендовала глубже эту изучить тему. Если вам интересно рассмотреть какие-то вопросы, то пишите, и мы каждую из тем рассмотрим отдельно. Сейчас это было наше общее видео, общий обзор, так сказать, существующей темы наших детей испанцев. Но каждый из вопросов требует более углубленного рассмотрения. Тему буллинга, тему адаптации в школе и так далее. Ну, еще вот у нынешнего поколения есть большая проблема – это проблема коммуникативных навыков. Дети не умеют общаться между собой по разным причинам. Потому что их мир сводится к гаджетам, потому что нет времени на построение общения, то есть секций много, а общения между детьми нет. То есть тут еще этот вопрос – просто нет коммуникативных навыков. Когда у нас проходит, у меня в академии я веду там тренинги для детей, мы просто с чистого листа обучаю детей коммуникативным навыкам. Да, отдельный тренинг? Да, отдельный тренинг для детей и подростков. Хорошо. Я оставлю ссылки на социальные сети Натальи, вы можете посмотреть текущее расписание, уроков, курсов. Возможно, вам будет полезно. Как вы заметили, я стараюсь находить, охочусь буквально за людьми по Валенсии. Скоро все будут убегать от меня. Для того, чтобы найти людей, которые могут поделиться своим опытом, я себя всегда ставлю на место тех людей, которые сейчас смотрят наши видео. Когда мы собирались приезжать в Испанию, так, мне кажется, не было много видео тогда, но был период, когда мы задумались о переезде в Австралию. Мы уже были в Испании, наверное, первый год этот был. Мы пересмотрели, мне кажется, все. Я об Австралии знала больше, чем об Испании. И как раз-таки мне было интересно посмотреть видео людей, которые уже здесь некоторое время и могут поделиться своим субъективным опытом. Поэтому, если вы сейчас смотрите видео и вам есть чем поделиться на моем канале, то тоже пишите. Мы обязательно раскроем вашу тему, полезную для наших подписчиков на моем канале YouTube. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что пригласили. Будем благодарны за лайк или дизлайк. Очень важно знать ваше мнение, потому что мы работаем для вас. Спасибо, что вы с нами. Спасибо.